Всем привет! Сегодня я вам покажу очень крутую ментальную технику, с помощью которой вы сможете уделять своих друзей и не только. Эта техника называется выбор пяти. Это по-настоящему очень крутая техника, которую пользуются настоящие профессионалы. Для этой техники вы можете взять любых пять предметов у зрителя или же карты. Я вам покажу, например, с картами. Ну, в принципе, разницы нет, что карты, что какие-то предметы. Смотрите, мы берем колду карты, просто зрители выбрать любые пять карт. Например, вот эту карту, вот эту. То есть, можно даже, не знаю, вмешать какие-то карты. Не знаю, вот эту, например, три, там, четыре, еще какую-то карту, там, до этого, да? Вроде уже пять карт, да? Получилось у нас. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. У нас есть пять карт. Раз, два, три, четыре, пять. Ни одной из этих карт не знаю ни я, ни зритель. И теперь мы просто зрителя просим выбрать любые две карты. Например, он выбирает вот эти вот две. Вот эти вот две. Теперь мы просим, чтобы он одну из карт дал мне. Он, например, дает мне эту карту. У него в руках осталась одна карта. Это валять черви. У него в руках остался валять черви. Хотя могла быть любая карта. И вот, как рабочий, здесь предсказание лежит. И если мы достанем эту, тут одна карта, она тоже будет валять черви. То есть, короче, очень крутой эффект, потому что, ну, да, может быть, сейчас когда вы будете обучаться, вы подумаете, что это как-то, не знаю, смешно. Но это очень крутая техника, реально. Смотрите, вы берете, например, любую карту, например, валять черви, и ложите ее как предсказание. То есть, это круто то, что вам не надо никак готовиться. И все. Все карты выложите сюда, и даже даете зрителю перемешать. Зритель там мешает карты, и все. Вы не знаете... Да, вот валяется внизу, вот. Например, вы хотите, например, навязать вальта червового. Что вы делаете? Берете какую-то карт, и пролистываете все карты, показывая, что все карты разные, вот так вот, небережно чуть-чуть. Когда вы видите вальта, вы его просто вот так вот сдвигаете, то есть, он идет сюда вам, у вас. И потом все карты идут как бы под него, и валет оказывается у вас вверху. Давайте еще раз. Вот. Находим вальта. Червового забираем его. И все. Только смотрите, если где-то ты на скорости, этого незаметно. Например, валет. И зритель уже не знает, что вы хотите забрать, и поэтому вообще-то незаметно. У вас теперь валет внизу. Теперь вы просите, например, одну карту выбрать его. Там, ну, потом просите, там, вторую выбрать, да? Там, третью, четвертую и пятую. Короче, любым способом надо навязать одну карту от этого вальта. Очень много существует способов навязывания. Кстати, следующее видео будет, кстати, про именно навязывание карты зрителя. Очень прикольно будет. Смотрите, вот у вас есть пять карт. Вы знаете, что вторая – это валет червовый. И вы ловите на стол и говорите, смотри, я не знаю, какие тут карты, ты не знаешь, какие здесь карты. И теперь вы просите зрителя выбрать любые две карты. Чего он взял к себе в руки. Если он выбирает же две карты и одна из этих карт валет, ну, вот, например, выбрал две карты с валетом, то теперь вы действуете так. Вы говорите, дай мне одну из этих карт. Если он вам дает вальта, вот, он дает вам вальта, вы знаете, что вам дает вальта. Вы говорите, хорошо, смотри, ты мне дала одну карту И это валет Если же он вам дает не вальта Вы говорите, смотри, посмотри, какая у тебя карта осталась У тебя осталась валет То есть, хорошо, смотрите Что делать, если он, например, выбрал две карты И там нету вальтов Вы говорите, хорошо, ты выберешь две любые карты Он берет, здесь нет вальтов Вы говорите, хорошо, возьми еще две карты Он берет, например, еще там нет вальта И это вообще идеально Потому что получается так, что остался один валет Если же он Первый раз взял там, где нету вольтов А взор разберет одну карту с вольтом Вот, например, две карты и один валет Теперь вы действуете опять же Дай мне любую карту Дает вам не вольта, а говорите, послышь, что у тебя осталось Дает вам вольта, ты мне дал вольта То есть, короче Это реально очень крутая техника С которой вы сможете, как бы Навязывать любые предметы Ну, в принципе, можно взять, например, пять предметов Положить и навязать, но это будет не так Круто, как с картами Потому что даже если вы вот так вот сделаете с картами Ну, лицом вверх То зритель будет видеть, что ты знаешь, где какие карты И поэтому, ну, не очень прикольно Будет казаться А здесь именно кажется все очень круто, потому что Вы как бы дали, он там помешал колоду Потом, не знаю Вывязали, показали, что типа все карты Разные И все, валет уже вверху Потом любым способом Даже просто вот таким вот банальным Навязали одну карту Все, вы навязали уже вальта Вот, все, готово И потом любые еще Четыре карты, чтобы было пять И потом уже действуйте Как по плану, короче Выбрал с вальтом Сразу Не выбрал Короче, это очень крутая техника Это реально Ну, то есть с помощью этой техники Вы сможете навязывать карты Любые предметы И она вообще без подготовки Просто вот вы взяли, короче И удивили человека Кстати, если вам понравилось это видео Поставьте лайк Попишитесь на мой канал И обязательно Жмите на колокольчик Чтобы вы всегда видели Что у меня появились новые видео Сейчас я буду выпускать свои видео Очень часто И, короче, все видео Будут очень крутые Так что обязательно Подписывайтесь на мой канал Ну что, всем пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok